Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я расскажу вам о своей очередной посылке, которую я получила недавно от iHerb. В составе всего несколько продуктов. Это теракурмин, две упаковки, одна упаковка эндолтрикалбинола, одна упаковка женских поливитаминов и также ретиноловая сыворотка. Начну я, наверное, с ретиноловой сыворотки. Это антиэйдж сыворотка, восстанавливающая формула. Обновляет цвет лица с помощью ретинола. Обогащена антиоксидантами для интенсивной и питательной процедуры, которая возвращает сияние молодости. Значит, надо умыть и промокнуть лицо. Далее нанести небольшое количество сыворотки на лицо, шею и зону декольте. Дождаться полного впитывания, прежде чем наносить увлажняющее средство или макияж. Данная сыворотка дешевая. Стоит она 3,74 доллара, но она небольшая. Здесь находится всего 10 мл. Рейтинг ее 75%, из них 54%, 5 звезд, 21%, 4 звезды. Самые лучшие отзывы. Вот здесь 5 звезд поставила женщина. И вот она пишет именно об этой сыворотке. Когда я покупала эту сыворотку, я была уверена, что это мини-версия этого продукта. Где возрастная сыворотка с ретинолом 30 мл. Оформление бутылочки такое же, но на мини-версии не указан процент ретинола и чуть другой состав. По моим ощущениям, косметику с ретинолом я использую давно. Процент в мини-версии работающий. Сыворотка без запаха, впитывается быстро и не оставляет липкости. Я предпочитаю продукты с ретинолом использовать 2 раза в неделю, чередуя с кислотами. Эффект очень хороший. Поры подтянуты, цвет лица ровный. Излишняя жирность отсутствует. Вообще, через 8 лет моего знакомства с кислотами, ретинолом и корейской косметикой, могу сказать, что моя кожа изменилась кардинально, в лучшую сторону. Из антиэйдж-результатов. В 30 лет у меня прочно закрепились на лбу 3 довольно глубокие мимические морщины. Сейчас мне 39, а этих 3 морщин нет. Вот так женщина с помощью ухода, здесь она пишет конкретно ретиноловые сыворотки и кислоты, смогла убрать все свои проблемы, которые у неё возникли ещё раньше. Я бы сказала, даже достаточно рано, 30 лет. Вот такая сыворотка, 10 мл. Вот. Пожалуйста, приобретайте. Цена просто смешная. Далее перехожу к витаминам. Витамины также очень недорогие. Витамины стоят 4,14 доллара. 100 таблеток для женщин от бренда 21 век. 20 фест сентюры. Значит, приобрела я по просьбе эти витамины. Принимать по одной таблетке в день после еды. Или в соответствии с рекомендациям врача. Ну, я принимаю во время еды, чтобы, смешиваясь с едой, данные поливитамины воспринимались как еда, как продукты. В составе 2500 единиц витамина А, это 50% норма суточная. Витамина С, 60 мг, 100% норма. Витамина Д3 в виде холикальциферола. Витамина Е 75% от суточной нормы. Витамина К, 31% суточной нормы. Витамина Тиамин, 100% дневной нормы. Рибофлавин, ниацин, витамин В6, фолиевая кислота. Витамин В12, биотин, пантотеновая кислота. Все названные мной витамины в 100% дневной дозировке. Кальция 50% дневной дозировки. Железо, йода, цинка 100% дневная норма. Селена 25% от суточной нормы. Меди, марганца, хрома 100% дневной нормы. Но так как витамины очень дешевые, хватит их на 3,5 месяца, то, соответственно, и формы не самые-самые лучшие. Но, видимо, хотели сэкономить и заказали эти витамины. Это аналог того, что у нас в аптеках по значительно более высоким ценам. Далее перехожу к индолу. Об индоле я рассказывала. У меня, по-моему, даже есть отдельное видео. Ссылочку я укажу сверху в этом видео. Сверху в правом углу обычно появляются ссылки на видео об отдельных продуктах, приобретенных в Noyosaiherb. И вот в одном из таких видео был комментарий о том, что данный индол-3-карбинол не рекомендован при заболеваниях, таких как эндометриоз, какие-то онкологические процессы. Так вот, как раз на эту тему я нашла статью от доктора Мюррея. Это известный американский натуропат, у которого очень много публикаций, который очень давно и успешно занимается лечением и профилактикой различных заболеваний людей, но натуральными методами. Не с помощью синтетических препаратов, а именно натуральными методами, которые никак не вредят организму. Так вот, в его статье я нашла сообщение по поводу вот этих лигнанов. Кроме индол-3-карбинола в этом препарате от Now Foods находятся вот лигнаны льна. Flex Seeds Lignan Extract в количестве 200 мг. И вот он пишет о том, что добавки с индол-3-карбинолом очень рекомендуется для людей, страдающих от рака груди, например, репростаты. Он говорит о том, что предварительные исследования показывают, что прием индол-3-карбинола в качестве пищевой добавки значительно усиливает конверсию эстрогена, из-за вызывающего рак формы в нетоксичные продукты распада. Это способствует превращению эстрогенов в нетоксичные продукты распада. Ну и далее он пишет про лигнаны льняного семени. Он пишет, что льняное семя содержит важную группу противораковых веществ, которые называются лигнины. Льняное семя легко размолоть в порошок с помощью обычной кофемолки, кухонного комбайна или блендера. Или есть такая мельница, небольшая, специально для размалывания семян. Семян, мака, там разных таких специй. Он пишет, я рекомендую каждый день добавлять по 1-2 столовые ложки этого продукта в горячие каши, салаты или смузи. Имеется в виду семя льна размолотая. Хотя способность содержащихся в льняном семее лигнинов предотвращать и даже уменьшать рак груди широко известно, эти лигнины также могут устанавливать связи с рецепторами мужских гормонов и способствуют удалению тестостерона. В ходе исследования, в котором участвовали мужчины, страдающие раком простаты, использование диеты с низким содержанием жиров в сочетании с приемом 30 граммов льняных семян, это около 2 столовых ложек, позволило снизить уровень сывороточного тестостерона на 15%, замедлить скорость роста раковых клеток и увеличить смертность раковых клеток через 34 дня согласно результатам исследования, проведенного в медицинском центре университета Дьюка для ветеранов в городе Дьюк. Так что это действительно подтверждает том, даже вот оказывается исследование подтверждено о том, что льняное семя и мы предотвращает разнообразные такие заболевания. И поэтому стоит принимать такую добавку, она наоборот по утверждению доктора Мюррея полезна для профилактики, тем более, ну и для лечения таких серьезных грозных заболеваний гена. Также он пишет, что вместе с эндол-трикарбинолом есть смысл ежедневно принимать и кальция Д-глюкорат в дозе 400-1200 мг ежедневно. Прием Д-глюкората кальция также имеет большое значение, так как это вещество ингибирует ферменты в кишечнике, которые препятствуют удалению лишнего эстрогена. То есть это вещество, кальция Д-глюкорат, как бы устраняет те вещества, которые препятствуют удалению лишнего эстрогена. То есть эстроген удаляется свободно и ничего ему не мешает. Одним из способов, с помощью которого организм избавляется от излишков эстрогена, состоит присоединение к эстрогену глюкороновой кислоты в печени и последующим в выведении этого комплекса в желчь. Глюкоронидаза – это бактериальный фермент, который разрывает связи между эстрогеном и глюкороновой кислотой. Ингибируя этот фермент кальций Д-глюкорат, способствует выведению эстрогена в выведению. Так что можно добавлять к этому препарату еще Д-глюкорат кальция. Ну и о биндол-трикарбиноле ссылочку на видео увидите в правом углу вверху. Далее терракурмин я приобрела опять. Была скидка большая, 20% недельная. И я приобрела две упаковки терракурмина. О терракурмине также я рассказывала подробно. У меня есть отдельное видео о куркумине. Вот и там я рассказывала и показывала терракурмин. Здесь терракурмин двойной силы, дабл стрейч. Вот самого терракурмина здесь 60 мг в одной капсуле. Употреблять по одной капсуле ежедневно. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и дизлайки. Применяйте код IFY0142 в своих корзинах, который дает скидку на все содержимое вашей корзины. Если это видео было вам полезным и интересным. До свидания. Желаю вам здоровья и благополучия.